Работа кипит вовсю, уже скоро здесь будут бегать дети. В школе поселка Пионерский Шигонского района капитальный ремонт спортзала идет в рамках нацпроекта «Образование». Спортзал нужен этому поселку. Он занят у нас с полдевятого до девяти примерно вечера. До обеда уроки физкультуры, потом секции волейбола, баскетбола. Вечером зал доступен и для местных жителей. Работы, по словам директора, идут по графику, без отставаний. Все готово будет уже в августе. Перемены и в школе села Шигоны. Здесь создадут центр цифрового и гуманитарного профилей. Подобные появятся во многих сельских образовательных учреждениях. Чтобы сократить развив между городскими школами и районами, детям будут доступны все современные технологии. Учителя уже прошли необходимое обучение. В отведенных по центр классах заканчивается ремонт. Должны к августу уже уложиться, все сделать. И ждем, что нам будут оборудование поставлять, чему мы очень рады. В рамках нацпроекта идет и благоустройство территории. Глава региона во время визита в район проверил, как идут работы на центральной площади в Уссолье. Дал поручение Минтрансу провести в порядок прилегающие дороги. Преобразится и парк в Шигонах. Сейчас идет обустройство пешеходных дорожек. Я как житель Шигон, конечно, очень рада, что у нас начали проводиться работы по благоустройству парка. Мы очень этого ждали. Здесь наконец-то будут дорожки, детские горки, тренажеры. Конечно, бы еще хотелось, чтобы в этом парке у нас наконец-то сделали сцену, куда бы мы приходили, смотрели, наблюдали, как выступают, как к нам приезжают. О том, что желания жителей исполняются, можно судить и по дворовым территориям. Глава района рассказывает губернатору, о детской площадке на улице Гагарина люди просили уже давно. Благодаря нацпроекту работы будут выполнены в этом году. Здесь появятся современные покрытия и новые аттракционы. У нас очень большое количество детей. Обхват дома сразу две трехэтажки, плюс ближайшаяся территория, куда приходят дети играть. Но видите, у нас ничего нет. Мы мечтаем о детской шикарной площадке, которую нам обещали. За две недели губернатор провел встречи с девятью главами районов, осмотрел ряд объектов. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, улучшение качества жизни. Благодаря реализации нацпроектов люди должны ощутить уже в этом году. У вас как ситуация, что может быть вызывает? Тревогу какую-то? Именно по нацпроекту? В целом и по нацпроектам в частности. По нацпроектам никаких таких вопросов нет. То есть по здравоохранению, по первичной медицинской помощи ФАП, то есть уже практически фундамент садили. У вас один ФАП? Два. Вторая линия Минсельхоза. У вас по Минсельхозу и Минздраву? Минздраву. По благоустройству шесть дворовых. Работа закончена вся. Документы на оплате в министерстве. По трем общественным территориям в одних уже закончены. На вторых 90% уже как бы освоения. То есть никаких вопросов нет. Селена Угайка, Похвестинского района, идет возведение фельдшерско-акушерского пункта. А теперь, чтобы получить первичную медпомощь жителям, а это 280 человек, не надо будет ехать в соседнее село. Доступнее в районе станет и спорт. В Северном Ключе строят универсальную площадку. Здесь как дети, так и взрослые смогут заниматься и зимой, и летом. Работы уже выполнены на 40%. Перемен ждут и в Кенечеркасском районе. Тут запланирована детская площадка размером 24 на 26 метров. То есть разгуляться есть где. Уже проведена планировка территории, обустроена пешеходная зона. Место расположения объекта выбирали жители. Я, как представитель общественности, очень рада, что у нас будет в ближайшее буквально время построена такая замечательная детская площадка. Смотрите, у нас здесь рядом школы. Рядом будут детки и из школы, кто младший класс, и будут, конечно, посещать эту площадку. Замечательно. Огромное, огромное всем спасибо. Наспроекты – это в том числе возможность решить закоренелые проблемы. Детский сад «Колосок» в Кенечеркасах был закрыт в 2015 году по причине аварийного состояния. Очень многим родителям приходится детей своих либо оставлять с бабушками, либо водить другие детские сады, до которых нужно добираться. Кто-то на такси, кто-то на газели, но это тоже накладно получается. Я также мама троих детей. Старшая дочка у нас так и не дождалась садика, мы уже пошли в школу. Очень надеемся, что у нас садик откроется. У меня как бы вот двое маленьких детишек бегают. И очень мы хотим попасть в этот садик, как бы было бы удобно нам в садик, в школу по пути. В феврале прошлого года Дмитрий Азаров на встрече с жителями дал поручение восстановить садик. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта. Впрочем, стоящих перед районом задач немало. Строительство клуба сельского поселения Тимашево, серьезный населенный пункт в агрообразующих предприятиях. Там нет культурного центра. Будет серьезный нам такой современный культурный центр. Ну и качественные, безопасные дороги. Мы в два раза увеличили финансирование вместе с Минтрансом. Все это ввязали с городской средой. У нас будет комплекс на решение вопроса. Самарская область участвует в каждом из 12 нацпроектов. Они касаются всех отраслей. Это не только строительство объектов, приведение в порядок территорий, но и снижение бюрократических процедур, повышение доступности услуг. Ольга Павловская, Александр Каракулько, Владимир Терентьев. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии.